Итак, мы с вами разобрали, как с помощью Retrofit сделать get-запрос. Но, естественно, есть же не только get-запросы, есть еще и post-запросы, а еще в get-запросах могут быть параметры. Как видите, здесь 0.1.12.2014. Можно сказать что-то параметры? Да, причем параметр это какой? Get-параметр под названием date. Как добавить к get-запросу параметры? Мы можем здесь сказать собака, query, имя параметра, date, и параметр, который будет за него отвечать. У нас это будет string date. Теперь отсюда я могу его убрать. Вот таким вот образом. Тут понятно, что я сделал. Добавил параметр, который будет передаваться сюда. Теперь, когда мы будем делать запрос, допустим, в main activity, где мы его делаем? Мы его делаем вот здесь. Нам необходимо его передать. И мы можем сказать, что нас интересует, допустим, допустим, 10.09.2018. И запустить этот код. Здесь сразу очищу, чтобы было чистенько все. И пускай наш код запускается. Спасибо. Вот, видим, курсы получили на текущий момент. Можем, вернее на десятое число. Доллар у нас был по 28. Как видите, уже более правдоподобно. Какие тут есть вопросы? Вопросов нету, да? Что? Можно также и по-другому задать параметры. То есть вот это называется именно параметр запроса к вейре, да? А есть параметры самого маршрута. То есть у нас вполне может быть здесь написано date равно двоеточие, например, x. Тогда вот здесь вот я говорю, что это у меня часть маршрута path. И она называется у меня x. То есть вместо вот этого двоеточия x подставится, соответственно, указанное здесь значение. Так, это я случайно. Очищаем, проверяем. А нет, не так они указываются. Сейчас, чтобы я не напутал, возможно вот так. Часть пути. Или вот так, но с двоеточием. Ну, сейчас убедимся. По-моему, вот так. Если не так, как было. Тоже не так где-то. Да я что-то путаю. Ну, можно в официальной документации посмотреть, где у нас трофит был. Я его где-то уже закрыл, да? Ну, можно прямо здесь. Если они используют. Класс. Пауза-то хорошо, но... Ну, 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 ну. А как он должен выглядеть в самой югорелке? Непонятно. Да, лучше официалка. Официальная документация. И здесь опять documentation. Геты, геты, геты. Ага, вот так. В фигурных скобках. Действительно в фигурных скобках. Просто имя параметра. А здесь указывается вот так. Тогда что ему сейчас не понравилось. Давайте глянем, что высыпается вошли. Нормального объяснения здесь нет. Что высыпалось? Скорее всего, просто сам вот такой формат записи не очень корректный. Потому что все-таки рассчитано на то, что это часть самого маршрута. То есть, например, допустим, слэш. Может быть, там юзер или что-нибудь еще. Тогда все-таки корректно применять пэс. А в этом случае это get запроса часть. Давайте вернем, как было здесь вот date. А, все, я понял, в чем вопрос. Я понял, почему не так. Здесь же не тот знак стоит. Здесь же не тот знак стоит. Конечно, он так и будет себя вести. Два знака вопроса. Неправильный запрос. Ее арелка не парсится. И запрос не выполняется. А это все здесь. А это сюрприз. Надо глянуть, как... Давайте глянем, как выглядит запрос здесь. Ampersand date равно. Ampersand date. Ну и активительность f7. Это там, где мы выполняем сам запрос. Паза x. Стринг date. Еще раз. Сравно. Ему это не нравится. В таком виде. Оставим так, как было. Здесь query. Да, ну это как бы часть пути. Позадумайте. Это как бы часть пути. Нам приходит, соответственно, неправильный ответ. Им как раз именно эта часть не понравилась. И все нормально. Так. Это get запрос. Как делается post запрос? Ну, я думаю, вы догадываетесь, что это будет собака пост. Да? Здесь мы укажем адрес. Какой-то. Ну, я просто опишу. Вызывать мы его не будем. Потому что мне его сейчас в это же аппе не получится отправить. Как там другой base URL. Пост. Там будет что-то, слэш что-то, слэш что-то, например. Здесь будет какой-то результат. Например, observable. Ну, такая будет тоже. Валюта responser. Да, но он был на другой сайт вообще. Мне просто тогда придется сейчас заново создавать экземпляр retrofit. Base URL ему указывать. Ну, с этим будет проблема. Так. Здесь у нас будет, ну, пускай будет пост юзер, например. Ну, как и там. И вот здесь вот немножко будет отличаться, собственно, описание. Во-первых, нам нужно указать тип этого запроса. В нашем случае это может быть форм URL encoded. Так. И если это форм URL encoded, то параметры забавляются с помощью файл. Поле. Имя поля, например, name. И параметр, который за него отвечает. Раз вариант. Второй вариант это запрос типа multi-part form data. post, например, там, ну, slash что-то там. Это может быть multi-part запрос. Он может тоже возвращать observable в валюта response. Пускай там будет send photo, например. В этом случае здесь используется понятие part. Пускай будет фото. И сюда нужно отправить response body. Response body. Вот таким вот образом мы можем отправлять, например, через него фотографии. Используя multi-part. Вот это вот самые важные моменты, которые здесь нужно знать при описании запросов. То есть все запросы описываются внутри интерфейса. Это удобно. То есть вы не пишете саму реализацию. Реализацией уже занимается retrofit. Подгоняет запрос под ваш интерфейс. Естественно, используется рефлексия. Тут без этого никак. Но, тем не менее, инструмент очень и очень даже удобный. Что я сделаю сейчас? Я этот пакет залью на GitHub. Нажму Ctrl-K. Ага, нажму Ctrl-K. Мы Git сюда добавили. Здесь нужно сделать вообще-то было git init, git add звезда. Мы создаем экземпляр класса retrofit сначала, да? Да. Retrofit содержит ряд рефлексионных механизмов, которые, соответственно, генерируют нам экземпляры классов вот этих API. Так. И мне нужно теперь сделать... ...sd.hermode.hp.origen И сюда мы, соответственно, добавим нашу ссылочку. Для этого зайдем на git hub. Добавим новый репозиторий. Это у нас будет так и называться 17 android.net. Да? Создали репозиторий. Скопировали и вставили. И git push. Вставили на мастер. Вот так. К слову, когда будет у вас командный проект, расскажу подробнее. Но вот так лучше не делать. Постоянно на мастер. Ух ты! Гавы-трепозиторий не найден. Это все равно вопросы. Харьки. Гавы-трепозиторий не найден. Гавы-трепозиторий не найден. И вермолты-дорочным. Все правильно. Давайте сделаем еще раз как звездочка. Еще раз сделаем коммитик. Еще раз. Неважно. Абсолютно. Он прошел. Мастер заново написал. Сработало. Мастер с ошибкой написал. Мастер с ошибкой написал. Теперь у нас проект уже здесь. Вы сможете его посмотреть. Теперь я создам новый проект. И тоже его залью туда. Вы его себе выкачаете. И продолжите работать. Я делаю New Project. Называю его 18. Туду. Да. Туду. Это не просто. Туду. Я же выбрал не в текущем окне. Но. Для чего я спрашиваю в новом или в текущем. Чтобы быть ленивым программистом. И просто взять. И из одного проекта. Зайти вот сюда. Взять все что мне надо. Мне нужны. Рекс джавы. И мне нужно все что касается ретрофита. Это. Это примерно так обычно и делается. То есть не в интернете все выискивается. Берем старый проект. И берем из него градул файлов кусочки. Которые нас интересуют. Еще у меня где-то на дите лежали эти кусочки. Уже заготовленные. Подписанные что для какой библиотеки. Ну. Это такое. То есть мы сюда вставили. И все у нас уже. Все в наш проект подгрузится. И в нашем проекте уже будут все необходимые библиотеки. Итак. Первое что я хочу показать. Это как сделать свой кастомный класс приложения. Потому что на его уровне. Очень удобно реализовывать глобальные. Синдлтон. Ой. И тот который здесь контекст. Гетапликейшн контекст. Да. Уже разобрались да? Да. В общем мне понадобится контекст. И так. В свою очередь. Мы здесь. В нашем приложении. Сделаем сразу новый джава класс. Я его назову. ПП. Мне нравится АПП. Я его обычно так в принципе и называю. В качестве супер класса. Апликейшн. Андроид АПП Апликейшн. Да. Абсолютно верно. Да. Абсолютно верно. Вот мы его прописали. Мы создали этот класс. Наследованный от Аппликейшн. Чтобы он у нас работал. Мы заходим в манифест. И вот тут вот в Аппликейшн прописываем атрибут. Нейм. И сюда указываем наш класс. Теперь этот класс и есть класс приложений. Наследуемый от базового класса приложений. Зачем я его сделаю? Ну все очень просто. Мы его сможем сначала получать экземпляр класса. Я сделаю здесь паблик статик апп. Он возвращать будет. И будет делать get. Возрываться. Принимать он будет context ctx. Вот так. Оп. Импорт класс. Здесь будет return. Приведенный к аппп. ctx. На крайний случай get application. context. Чтобы в качестве контекста можно было передать любой контекст. Понятно? То есть вот такая вот хитрость. Чтобы лаконично получать экземпляр текущего класса. Есть. Ну get application context возвращает экземпляр текущего приложения. Но мы его должны еще привести к нашему классу. Потому что он будет типа контекст. И по супер классу так скажем будет переведенный. Дальше. Мы вот здесь вот будем реализовывать как я сказал глобальные синглтоны. В частности у нас здесь будет retrofit. так. Retrofit. И здесь у нас будет соответственно метод. Public. Retrofit. 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 Вот прям мои мысли прочитал. Згенерировал метод как надо. Ну почти как надо. Это то верно. Но здесь за одним исключением. Я изначально ему присвою null. Так. Нашему retrofit. А вот здесь вот я буду его предоставлять. Каким образом. Я сделаю если наш retrofit все еще null. Да. Тогда мы что с ним сделаем. Мы его создаем. Retrofit. Равняется new retrofit builder. И поехали. Base url. У нас это будет http://pdfstep.zzz.ua. Вот такой вот у нас сайтик. Это я когда-то для какого-то примера использовал. А потом он остался. И я на нем сделал API для этого приложения. Далее. Мы здесь добавляем сразу converter factory. GSON converter factory. Create. То есть мы работаем с GSON. Adapter factory. Cool adapter factory. Rx Java 2 Cool adapter factory. Create. И вызываем метод build. Вот таким вот образом. То есть если мы вызовем этот метод первый раз. У нас экземпляр создастся. В остальных случаях. Нам вернет экземпляр настроенного retrofit. Понятно? В принципе это у нас есть. И это как говорится замечательно. Можем перейти в активность. Соответственно здесь у меня тоже понадобится retrofit. И посмотрим как я его получу. Retrofit. Retrofit. Я делаю следующим образом. Я сделаю следующее. Retrofit. Равняется. App. Get. Получаю экземпляр приложения из контекста. А контекст в activity это this. Retrofit. И get. Retrofit. Здесь надо. Так лаконичнее. Правда? Чем каждый раз билдер описывать. И тем более каждый раз строить заново класс. Кучу экземпляров. Нехорошо. А так он один. И вы его получаете когда он вам необходим. Замечательно. У нас есть retrofit. Но мы не умеем делать запросы в API. Почему? Почему мы не можем сейчас делать запросы в API? Потому что у нас нет интерфейса для API. Да. Нам нужен интерфейс для API. Я делаю new java class. Выбираю здесь раздел интерфейс. Поверьте. Я вам дам сейчас работы. Там работы хватит. Я вам сейчас только покажу один метод. А вы начнете писать остальные. То есть. Ваша задача будет сделать чтобы пользователи и добавлялись. И удалялись. И так далее. И тому подобное. Итак. В свою очередь. Имя у нас этого класса будет. ToDo API. ToDo API. Такое у нас простенькое. Ок. Создан интерфейсик. Ничего особенного. Первый метод у нас будет jet. Да. Метод get у нас будет на корневой. Поэтому здесь просто пустая строка. То есть у нас здесь все запросы по сути идут на корень. Что здесь. Не надо с вами. Еще раз? Нет. Ну можно слэш поставить. Суть не изменяется. Ну там у нас слэш по-моему я в базовом вписал. Или не вписал. Не вписал. Значит надо. Значит надо. Раз не вписал значит надо. Так. И здесь мне нужно как-то что-то возвращать. А возвращать нам в этапе будет массив пользователя. И как его получить? Значит, смотрите, я захожу http://pdfstep.zzz.com.ua Сынок вопроса. Method равняется get. По-моему, getAll, если я не ошибаюсь. И action равняется users. Сразу говорю, что action определяет, с чем мы работаем. А метод, что мы с этим чем-то делаем. Здесь очень простой. Так, noalparms. Значит, не getAll, а get просто users. И готов. User, значит, action user. Метод готов. Правильно. И видите, мы получаем вот такой вот массив. В принципе, это можно было передать прямо вот сюда. Потому что это у нас как часть пути, по большому счету. Тяжело с этим не согласиться, я думаю, да? Но возвращать он нам будет какой-то объект, содержащий целую кучу информации. В частности, дата вы видите, да? Это массив наших юзеров. Статус, саксесс, не саксесс. И есть ли у нас ошибки. То есть, что мне нужно с этим сделать? Кто мне скажет сейчас? Мне нужно скопировать. Зайти на JSON схема 2.pjo. И вставить это все в Ctrl A, Ctrl V. Вставили это все сюда. Класс у меня будет называться GetUsersResponse. Согласны? То есть, запрос получить пользователя. Сразу превьюшка. Здесь вы видите, у нас получается два класса. Дату. Это сам класс, на самом деле, нехорошо его сейчас дату называть. Мы его переименуем. Но это не страшно. И, собственно говоря, класс самого Респонса. Я сначала копирую класс Респонса. Здесь сделаю новый пакет. Назову его Entities. Сущности, да? И добавим сюда Java класс. GetUsersResponse. Так. Ок. Сюда вставляем. Содержимое нашего класса. Так, пардон. То есть, да, я сюда закинул. За импортим все необходимое. Дату он не находит. Но мы должны его сейчас сюда подтянуть. Все оттуда же. Он здесь есть. Вот он выше описан. Ну, у нас там массив назывался Data, да? А он на основе имени поля генерирует имена классов. Поэтому класс Data, вы абсолютно правы, нужно переименовать на User. По большому счету. Только я не так буду переименовывать. Потому что тогда у меня проблема начнется вот здесь. А я нажму на него. Нажму Shift F6. И назову его User. Оп. И он везде подтянул. Так удобнее, да? Лист нужно подключить. Data. GetData. SetData. Само поле Data. Я его переименую. Тоже Shift F6. Назовем его Users. Да. Ага. Шикарно. Shift F6. Ага. Ладно, руками сделаю. Users. 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 GetUsers. SetUsers. Согласны? Здесь в принципе все правильно. То есть больше здесь ничего особо менять нам как бы и не нужно. Вопросы тут есть? По этому классу. Думаю, нету, да? Хорошо. Идем в ToDoApp. Вот наш, соответственно, метод get для этих юзеров. И здесь я буду возвращать observable. Из reo.reactive.x, обратите внимание еще раз. Чего? Не юзерсов, а там респонс возвращается. Бет юзер респонс. То есть, юзерс это только одно поле этого. Так, где у меня оно возвращалось? Так, давайте лишнее позакрываем. Вот оно у нас, да? Видим, у нас возвращается объект. У нас возвращается объект, а в нем уже, соответственно, возвращается этот массив. Еще раз. Так, а потом из него мы уже будем получать вот это вот поле дата, в котором содержится список юзеров. Поэтому getUserResponse. Здесь у нас большой объект. Метод называю getAllUsers. Так, получить всех пользователей. Ну и, в принципе, все. Никаких параметров здесь дополнительных нам не нужно. Мы теперь можем смело получать список этих пользователей и визуализировать их, например, во что? Прямо в точку. В RecyclerView, конечно. Ну, я сейчас сделаю вам RecyclerView. Вы дальше прогулали. Раз мы будем делать RecyclerView, то шаульски и просыпаемся. А если мы не RecyclerView? Тогда засыпаем. Если мы будем RecyclerView делать, то нам потребуется вьюшка для одного его элемента. Правильно? Я здесь делаю в лойота. Делаю new layout resource file. И называю ее UserView. Я думаю, подходит по смыслу. Давайте глянем, какая у нас информация есть о нашем юзере. У него есть ID и Name. Так? Нужно ли нам выводить ID? Нет, нам, по сути, достаточно выводить имя. Поэтому, в принципе, вьюшка здесь будет очень простая, но не очень простая. Я сразу на нее добавлю кнопочки. Удалить, да, кнопочку добавлю. И перейти и посмотреть подробнее. Да. То есть UserView у меня будет состоять из одного лайнер лойота. Он у меня будет горизонтальный. В нем у меня будет одна TextView. TextView. WrapContent. WrapContent. Не важно. Можно MatchParent в принципе. MatchParent. Здесь Хейкт я сдам конкретный 50GP-шек. Мне кажется, этого достаточно будет. Так, превьюшка, что-то у нас исчезло. То есть вот такой у нас пока он идет. Мы ему зададим ID-шник. Это будет Name, да, имя нашего пользователя. Здесь я сделаю Tools. Text. Объясняю, что такое Tools. Tools это пространство имен, которое служит чисто для визуальной разметки. То есть оно не используется, когда вы уже потом этот XML на Android будете использовать. То есть вот здесь вот в превьюшках оно видно, а в самом Android этого не будет. То есть не будет там имени Вася Пупкин, там будет конкретное имя. А это просто для визуализации его здесь. Понятно? Да, то есть можно задать те же атрибуты, просто при этом не задавать их. Так, чтобы они были, имели значение. Ну то есть задать, но так, чтобы их там не было. Да. Тут, соответственно, что я сделаю. Я ему сделаю настрою Layout Weight. И поставлю единичку, чтобы он у нас занимал все пространство, которое там у него есть. Это наша текст-дюшка есть. Потом мы здесь добавим один Button. В Wrap Content. Match Parent. На ней будет у нас текст. На ней будет у нас грестик. Все. Это удалить. И я сделаю еще один Button. Здесь будет More. Так не надо делать. More. Подробнее, да? В свою очередь здесь у нас будет один ID. IDшник, 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 Del. А здесь будет IDшник, Mark. Вот такой вот у нас будет наш юзер. Далее, наш текст View. Что-то мне в нем не нравится. Я ему сделаю Aligment. Center. И Padding Top. 10B пишет. Пишет, ребята. Вот такой вот у нас он будет. Нормально? Вот такой один юзер. Замечательно. Можно делать что? Адаптер. New Java Class. Users. Адаптер. Итак, он у нас должен наследоваться от чего? Ага, RecyclerView. Мы добавили RecyclerView? Мы не добавили RecyclerView. Поэтому он у нас не знает, что такое бывает. И нам нужно его сюда добавить. И мы его добавляем в проект сразу. Сразу в RecyclerView. Организируется все классно. Вот этот текст View отсюда убираем. Constraint.Layout. Я как лентяй заменен. Liner.Layout. С ним работать проще. Да, ну вот и все. И у нас есть наш Recycler. Который у нас находится здесь. Так. И это не надо. Мы зададим здесь match parent везде. Здесь match parent. Здесь будет match parent. Так. Все нормально. Также мы в этом RecyclerView сделаем что? ID. 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 Пускай будет UserList. Есть такой у нас Recycler. Он у нас подключен. А теперь я могу уже реализовать адаптер. RevisorsAdapter. Extends. RecyclerView. Адаптер. От. ViewHolder. А теперь поехали все генерировать. Первое. ViewHolder. Еще раз. Ну, можно вот так вот было сделать. То есть, имя адаптера, точка ViewHolder. Тогда точно он будет генерироваться внутри. Такая хитрость, чтобы он генерировался внутри, так сказать. Вот это сразу имплементируем все методы. Заготовочки для них у нас есть. ViewHolder тоже у нас заготавливается. Но тут ему кое-что не нравится. Надо его унаследовать. Так. Видели, как быстро с помощью Altender все делается. Раз, 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 и все заготовлено. Итак. Все заготовочки есть. Теперь поехали дальше. Мы будем выводить здесь список юзеров. Поэтому у меня здесь будет List. Ничего иного, как юзеров. Юзеров. Они у нас в getUserRepo. Ну, пускай так и называется. UsersList. Или Users. Меня название устраивает. Users. Итак, Users. Для Users мы сделаем здесь Getter и Setter. Соответственно, у нас здесь будет метод, который будет называться... Так. AltInsert. SetUser. Едет Сеттер. Сеттер. Ну, вернее, SetUser. Как только мы будем устанавливать сюда список пользователей, нужно взять еще один важный момент с этим списком. Нам нужно сделать NotifyDataSetChange. Так. Сразу же, вот здесь вот к юзеру я присвою New ArrayList. Знаете, для чего? Чтобы, когда у меня список пустой, я не получал ошибки. Вот здесь вот, соответственно, он клеит ViewHolder. Нам нужно создавать ViewHolder. Да? Мы это будем делать с помощью LayoutInflator. Так. Каким образом? Я делаю это следующим образом. Здесь сделаю ViewShechку сначала. А, зачем ViewShechку? Зачем ViewShechку? FromParentGetContext мы сделаем. InflateRLayoutUserView. В качестве Parent у нас Parent. Оттачь ту рутку и помните False. Вот и ViewShechку мы получили. Таким вот образом. А теперь нам нужно создать ViewHolder на основе этой ViewShechки. Поэтому, в принципе, здесь можно сделать Return. New ViewHolder, передав туда просто эту ViewShechку. В вот и усерд. GetItemCount. Что здесь у нас? Users. OnBindViewHolder. Здесь мы будем делать очень просто. Мы будем у этого холдера вызывать метод Bing и туда передавать соответственно Users. GetPosition. Ну, а раз тут Bind, то нам необходимо сделать этот метод здесь. И здесь бинтить пользователя. Займемся теперь самим ViewHolder, который будет всем этим заведовать. Нам нужно получить три ViewShechки. Нам нужна первая TextView. Нам потребуется Button. Это будет DelButton. и MoreButton. Здесь мы скажем, что наш NameView равняется ItemView. FindViewById, что? FindViewById, что? Name, да? Правильно. Потом у нас будет здесь DelBtn. и здесь у нас просто DelBtn. И у нас будет MoreBtn. А здесь просто More. Так. Поприятнее, да. Я не спорю. Одна строка и все. Ну, а здесь, соответственно, забиндим имя. То есть я должен сказать, что NameView, SetText. Какой текст? User. GetName. Так. Также можно было бы назначить обработчики на кнопки, но это уже вы сделаете. Да. То есть я же не сказал, что я буду делать все-все-все здесь. Я сказал, что я сделаю какую-то заготовку, из которой вы сможете работать. Это у нас есть с вами. Мы сделали Атаптор, мы сделали заготовку для API, мы сделали Активность. Теперь в Активности мы получим экземпляр API. Это у нас что? Это у нас Todo API. Будет API. А здесь я скажу, что API равняется Retrofit Create ToDo API.class Все, он нам его создал. У нас уже есть API. Так. Здесь я сделаю метод. Да, хорошо. Он будет называться Init Recycler Имициализация RecyclerView. Для этого у нас здесь будет поле RecyclerView. Пускай так и будет. RecyclerView. RecyclerView будет равняться Find ViewById RecyclerView.com UserList Я его назвал, да? Потом Мы этому RecyclerView.com SetLayoutManager NewLinerLayoutManager Что там? Контекст И здесь Дальше Мы должны иметь адаптер, правильно? То есть у нас UsersAdapter UserAdapter Здесь будет UsersAdapter Равняется New UsersAdapter И RecyclerView SetAdapter UsersAdapter То есть Инициализация у нас В принципе готова Так? Здесь Я вызову просто Метод Init Recycler Сделаю Также метод Init Data Инициализация данных Метод тоже у нас Будет Воидовский Или давайте Я его назову не Init А Update 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 Data Обновить данные Что он будет делать? Он будет делать Наш API Получить всех пользователей Апсервон Шедулерс Ио Ой Апсервон Сабскайбон Сабскайбон Шедулерс Ио Апсервон Android Шедулерс Минс Ред На это все добро Мы сабскайб Здесь Такой Респонс Что с этим Респонсом Мы что-то Делаем А именно Мы делаем Users Adapter Set Users Response Get Users Требуется Переключение На восьмую Да Да Вот такой Вот у нас Получился Момент Вопросы? Вопросов нет Но у нас может быть Ошибка сети Потенциально Поэтому Так же Неплохо Кроме Сабскайб Еще Сделать Только не здесь Вот здесь Вторым параметром Передать Он Error Так сказать Сюда придет Такой Экзепшен Что с этим Экзепшеном Мы что-то Делаем В нашем Случае E PrintStackTrace Мы сделаем И сделаем Тост MakeText This Error Loading Data Loading Слом И Show Покажем Просто Пользователю Сообщение Что у нас Штука Загрузка Банда Почему Наше приложение Не будет Работать Кто мне скажет Кто внимательно Наблюдал За всеми Моими действиями Чего я не сделал Чтобы наше приложение Работало Точку Я не подключил В монифесте Нужные мне Привилегии То есть Я не написал Здесь Usage Permission И не поставил Что мне нужен Интернет Запускаем Так подождите У нас У нас есть Еще Один Вот Наши данные Свежезагруженные Из интернета Дальше Это мы с вами Сегодня И здесь И поле И кнопка В поле Вводим имя Кнопку нажимаем Добавляется Новый юзер Отправляется Запрос По приходу Ответа Вы обновляете Данные Какие есть вопросы Я считаю Что вы Еще полчасика Может задержитесь И все таки Доделаете Один запросик Добавление Пользователя Снизу Добавить Еще поле Вот здесь И кнопочку Полный функционал Вы уже Доделаете Дома Я просто Хочу Чтобы вы Здесь Сделали Хотя бы Один Запрос Его Обработали Чтобы У вас Уже был Полный Цикл Навыков Чтобы Вам Дома Потом Было Легче Дома Вам Некому Задать Вопрос Я Это Понимаю Google Да Давайте Это Все На Гид Теперь